В этот майский день В этот майский день, повсюду в мире, люди вспоминают ту победную весну 1945 года. Своих друзей, не вернувшихся с войны, радуются мирному небу над планетой. Они не стыдятся своих слез, слез великой радости и горя, слез счастья и невосполнимых потерь. Вы в битве Родину спасли, преодолели все преграды. Спасибо вам от всей земли, за все спасибо вам, солдаты. И в добрый час, счастливый час, час мирного рассвета, во имя вас, во имя вас, мы празднуем победу. Быстро летит время. Стареют ветераны Великой Отечественной, ваши дедушки и бабушки. Но многим из них кажется, что война была совсем недавно. 1941 год. Четвертый год третьей пятилетки. Год творческого стахановского труда. Год новых песен и новых свершений. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но радость созидания омрачалась дымом пожарищ Второй мировой войны. Она была развязана осенью 1939 года блоком фашистских государств Германии, Италии, Японии. И в 1941 году приблизилась к границам СССР. К этому времени в Европе было оккупировано 12 государств. На Востоке гитлеровцам не давал покоя Советский Союз, первое в мире государство рабочих и крестьян. С целью его уничтожения задолго до начала войны был разработан план Барбаросса. План Барбаросса. Ставка фюрера совершенно секретна только для командования. Германские вооруженные силы должны быть готовы разбить Советскую Россию в ходе кратковременной кампании. Конечной целью операции является создание заградительного барьера против Азиатской России по общей линии Волга-Архангельск. К осуществлению подобных планов фашисты долго готовились. В самой Германии широко пропагандировалось превосходство немецкой нации и необходимость завоевания для нее жизненного пространства. Воспитывалась ненависть к советским людям. Гитлеровцы хотели поработить и физически истребить миллионы граждан страны Советов. Захватив почти всю Европу и поставив себе на службу развитую экономику, фашисты решили, что настало время для давно задуманного похода на Восток. В это утро наша Родина мирно спала. Начинался воскресный день, день отдыха, туристических походов, спортивных состязаний. 22 июня 1941 года никогда не изгладится в памяти народной. И особенно отчетливо до мельчайших деталей сохранится начальный момент Великой Отечественной войны. Ее первые дни. И это понятно. Ведь война перевернула всю жизнь страны, нарушила ее мирное течение и, подобно урагану, ворвалась в каждый дом. Великой Отечественной войны Великой Отечественной войны Великой Отечественной войны ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В котором говорилось, что война для Советского Союза носит справедливый освободительный характер. Заявление заканчивалось словами. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Каждый советский человек понял, что пришел час великих испытаний. И каждый был готов занять свое место в рядах защитников Родины. Война с фашистской Германией стала подлинно всенародной, отечественной. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ С первых же дней войны враг встретил ожесточенное сопротивление. Но тайная подготовка к нападению, его внезапность, превосходство в численности и вооружении войск давали агрессору хотя и временные, но большие преимущества. Без упорной борьбы, кровопролитных боев не сдавался ни один военный рубеж, ни одна деревня или город. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Брест одним из первых принял на себя удар. Четыре недели героический гарнизон противостоял многократно превосходящим силам врага. Защитники крепости изнемогали от жажды и голода. Они добывали оружие в рукопашных схватках. Почти все они погибли, и лишь немногие, раненные и обессиленные голодом, попали в плен. Из архива штаба 45-й пехотной дивизии вермахта, боевое донесение. Ошеломляющее наступление на крепость, в которой сидит отважный защитник, стоит много крови. Эта простая истина еще раз доказана при взятии Брестской крепости. Русские в Бресте дрались исключительно настойчиво и упорно. Они показали превосходную выучку пехоты и доказали замечательную волю к сопротивлению. Великой Брестской крепости После войны при раскопках в развалинах крепости были найдены знамя, оружие, личные документы. Великой Брестской крепости На каменных сводах, стенах, лестницах обнаружено много надписей, сделанных ее героическими защитниками. Нас было пятеро. Седов, Крутов, Боголюб, Михайлов, Селиванов. Мы приняли бой 22 июня 1941 года. Три часа, пятнадцать минут. Умрем, но не уйдем. Месяц спустя писали то же самое. Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. Из дневника начальника генерального штаба сухопутных войск вермахта генерала Гальдера. Следует отметить упорство отдельных русских соединений в бою. Имели место случаи, когда гарнизоны дотов взрывали себя, не желая сдаваться в плен. Сведения с фронта подтверждают, что русские всюду сражаются до последнего человека. Субтитры создавал DimaTorzok Несмотря на упорное сопротивление Красной Армии, немецко-фашистским войскам удалось захватить Латвию, Литву, часть Эстонии, значительную часть Украины, почти всю Белоруссию, Молдавию. Они вторглись в западные области Российской Федерации, вышли к Смоленску, угрожали Ленинграду. Субтитры создавал DimaTorzok Героически сражались наши воины у Смоленска. Это было крупнейшее сражение лета 1941 года. Дорого обошлось оно гитлеровцам. На два месяца задержали советские войска несметные полчища. Здесь грозно прогремели залпы легендарных «Катюш» – реактивных минометных установок. Их снаряды обладали огромной разрушительной силой. К тому же, летя по небу, они оставляли угрожающий огненный след. Дьяволом в небе звали их фашисты. Но «Катюша» не сразу стала «Катюшей». Вначале солдаты нарекли ее «Раизой». Затем более уважительно – «Марьей Ивановной». И только потом кто-то сказал «Катюша». Понравилось солдатам это простое имя. Яркие страницы в летопись боевой славы вписали Ленинград, Киев, Одесса, Севастополь. В течение 73 дней гитлеровцы не могли овладеть Одессой. Но и после взятия города защитники ушли в каменоломни и продолжали борьбу. 250 дней и ночей не утихали бои за Севастополь. Ленинград. Этот город был окружен, но не сдался. Выстоял и победил. 900 дней находился Ленинград в фашистской блокаде. Смоленск держался два месяца. Севастополь – 250 дней. Для сравнения приведем другие цифры. Дания держалась лишь один день. Бельгия – 19. Франция – 44 дня. Норвегия – 2 месяца. Не считаясь с потерями, вводя в бой все новые силы, враг рвался к сердцу страны, к Москве. Совещание группы армий «Центр». Осень – 1941 год. Из выступления Гитлера. Город должен быть окружен так, чтобы ни один русский солдат, ни один житель, будь то мужчина, женщина или ребенок, не мог его покинуть. Всякую попытку выхода подавлять силы. Была уже глубокая осень, когда фашистам удалось вплотную подойти к Москве. На помощь шли войска из Сибири, с Урала, из Казахстана, Средней Азии, с Дальнего Востока. В боях за родную столицу советские воины проявляли невиданную стойкость и массовый героизм. Бесчисленны примеры их мужества и самоотверженности. Ночь, тишина. Наблюдатели обнаружили приближающийся к Москве вражеский бомбардировщик. Младший лейтенант Талалихин получил приказ уничтожить его. Через две минуты летчик был в воздухе. И когда хвост неприятельского самолета оказался совсем рядом, Талалихин пошел на таран. Его самолет врезался в самолет противника. Вспыхнувший бомбардировщик рухнул камнем вниз. Однако от удара была выведена из строя и машина Талалихина. Пришлось ему прыгать с парашютом. Так Талалихин совершил первый ночной таран. За свой подвиг он был удостоен высокой награды Героя Советского Союза. Близилась годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Весь мир с тревогой следил за тем, как складывалась обстановка под Москвой. Враг был рядом. Советские войска вели бои за Волоколамск, Серпухов, Можайск и Тарусу. От того, кто победит, зависело многое. 6 ноября 1941 года на станции метро Маяковская состоялось торжественное заседание, посвященное Великому празднику. А 7 ноября, как всегда, в Москве на Красной площади состоялся военный парад. К воинам обратился товарищ Сталин. Эту войну освободительна, справедлива. Пусть в этой войне вдохновляет вас множественный образ наших великих предков. Александра Невского, Дмитрия Донского, Узнеменина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворов, Михаила Путузова. Пусть осенит вас неповедимое знамя Великого Ленина. И сразу же вслед за речью Верховного Главнокомандующего по Красной площади торжественным маршем прошли войска. Они уходили прямо на фронт. Весь мир воспринял этот парад как выражение силы и уверенности советского народа в победе, непреклонной решимости отстоять Москву. Девизом ее защитников стали слова политрука Клочкова одного из героев-панфиловцев. Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва. Подвиги бойцов на фронте, подвиги партизан в тылу врага, героический труд всей страны остановили фашистов на подступах к столице. Советским командованием под руководством Георгия Константиновича Жукова был разработан план широкого контрнаступления под Москвой. Георгия Константиновича Жукова Редактор субтитров Н.И. Павел Дев college and some people Георгий Константиновича Жукова Субтитры поярдинам Павел 5 декабря 1941 года советские войска перешли в наступление. Продолжение следует... Продолжение следует... Впервые с начала войны гитлеровцы потерпели крупнейшее поражение, послужившее началом их полного разгрома. Именно здесь, под Москвой, была похоронена идея Блицкрига, молниеносной войны. Но Красной Армии всем советским людям предстояло еще преодолеть неимоверные трудности, лишения, принести огромные жертвы. КОНЕЦ Жестокими боями заканчивался 1941-й. Новый 1942-й год рождался в грохоте орудий, в сполохах рвущихся снарядов и бомб. Наступление советских войск продолжалось. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ